Всем привет! Это канал Сергей и Леся. У многих людей часто возникает вопрос, вот где жить лучше, в квартире или в доме? Поэтому люди поделились на два лагеря. Одни люди за дом, другие за квартиру. Мы жили и в общежитии, жили и в квартире, сейчас живем в частном доме. Вот поэтому нам есть что вам сказать, и мы поможем вам в этом разобраться. Оставайтесь с нами. Поехали! Итак, давайте же с вами поговорим о плюсах и минусах дома. Но первый и главный для нас плюс – это свобода. Потому что дом – это всегда огромная территория. Ты можешь пройтись, у тебя есть куда сходить, что сделать. Ты не сидишь в четырех стенах, у тебя постоянно есть чем заняться. Ты можешь покосить траву, поиграть в бадминтон, поиграть вот с рабкой, например. Да, рабка? Так что заняться в доме точно есть. Здесь легко дышится, здесь хорошо живется. Для нас это самый-самый главный плюс. Ребята, конечно же, огромный плюс – это возможность иметь свой участок и выращивать на нем различные овощи, иметь какой-то сад, выращивать фрукты. Это большой плюс, тем более сейчас в наше время, когда все продукты, которые продаются в магазине, фактически обрабатываются химией, все овощи обрабатываются и от вредителей, и от сорняков. И найти по-настоящему овощи, которые экологически чистые, довольно сложно. Здесь же на участке вы можете посадить себе небольшую грядочку и получать продукцию и для деток, и для себя, и для своих родственников, и даже для своих друзей. Ну а если у вас хватит желаний и сил, то вы можете сделать даже свой маленький бизнес. Еще один плюс дома в том, что вы можете заняться своим хобби. Например, если вы хотите закаляться, вы можете обливаться во дворе. Если вы очень любите цветы, то у вас здесь есть огромная возможность вырастить очень-очень много прекрасных цветов. Если вы любите, как я, например, играть в бадминтон, пожалуйста. Если вы любите там заниматься растяжкой, йогой, тоже понятно, что и в квартире этим можно заняться. Но ведь здесь, на природе, когда поют птички, когда зеленая травка, светит солнышко, намного лучше, правда? Большой плюс – это территория. И если хорошо поискать, то можно найти дом, тем более, если у вас есть свой транспорт. Можно найти дом не только с участком, а и с небольшим прудом. И при желании здесь можно даже порыбалить и провести прекрасно свои выходные и удивить чем-то даже друзей. В нас, на нашем участке, есть не только вот такой прекрасный, скажем, такой пруд рукотворный, в котором очень много большой рыбы, а есть даже небольшой ручей. Ручей образован от родников, которые у верховья бобры перекрыли дамбами. Иногда дамбы эти прорывают, и вода бурным потоком течет здесь и образует такие пороги и небольшие водопады. Это очень-очень красиво и приятно. Если у вас есть домашние питомцы, котики, собачки, то понятно, что в доме им будет намного-намного лучше, да? Потому что здесь им есть где погулять, у них есть площадь огромная. Вот смотрите, а в квартире вам постоянно нужно их выгуливать, вам постоянно нужно за ними убирать. И это, конечно, и для самих животных это хуже, чем вот так погулять на свежем воздухе. А еще посмотрите, вот кто-то спрашивал, покажите, что у вас поменялось. У нас вот поменялось, что у нас появилось вот два таких маленьких котенка. Ребята, конечно же, еще один большой плюс частного дома это возможность вести хозяйство. У нас есть куры, возможно, позже мы заведем еще какую-нибудь живность. То есть здесь можно держать различных животных. То есть есть люди, выращивают в селе коров, свиней. Это, конечно же, не для нас, потому что это привязывает. Но вот какую-то птицу, какую-то уточку, гуся, то есть кролика, то, что не требует больших забот, здесь можно завести. Естественно, у каждого свои желания, и кому-то это совсем не надо, но во всяком случае у вас всегда будет выбор. И для деток, поверьте, это очень интересно. Даже для нас, к нам приходят в гости маленькие детки, и им очень интересно посмотреть на тех же курочек. И я уверен, что на других животных им было бы посмотреть интересно тоже. Тем более здесь есть такой эко-поселок недалеко, мы вам позже его обязательно покажем, в котором специально за 5 злотых можно покататься на лошадях, подоить козу ту же самую, посмотреть, как живут там кролики, как живут там гуси, уточки, куры. И это очень познавательно не только для детей, но и для взрослых. Друзья, еще один плюс дома, особенно с участком таким, как у нас, это то, что ты можешь вести активный образ жизни и заниматься разным спортом. Например, йогой на свежем воздухе и бадминтоном. Потому что я очень-очень-очень люблю играть в бадминтон. Уже подсадила на это Сережу, и сейчас мы вам покажем, как мы это делаем. Поехали! Блин, ну мне с телефоном некогда подкидывать. Вот так примерно мы всегда и играли. Ну и, конечно же, еще один огромный жирный плюс частного дома – это бесплатная парковка. Вы можете всегда загнать свой автомобиль себе во двор. У вас есть огромный участок, огромная территория, гараж. То есть, и ваш автомобиль всегда будет иметь свое место. Вам не надо платить за парковку, переживать, что вы не сможете припарковаться в том месте, где вы хотите. Да и вообще, что какие-то вандалы просто испортят, испортят ваше имущество там или залезут в ваш автомобиль. Это все решается тем, что у вас есть своя парковка, свое место для вашего транспорта. Это еще один огромный плюс частного дома. Ребята, скажите, а у вас много друзей? У нас очень много. И очень приятно, когда у вас есть место, куда можно позвать в гости. Не только друзей, которые с вами работают, которые являются вашими родственниками, а даже друзей из разных стран. И у нас есть такая возможность. Есть огромная территория, где можно поставить гриль, сделать мангал, пожарить мясо, колбаски, сосиски, включить громко музыку, которая не будет беспокоить соседей, и вам не будут стучаться в 11 вечера, а может быть и раньше, и сказать, что у меня там спит ребенок, у меня больная бабушка или дедушка. Да и вообще, мы пришли только с ночной смены, выключите свою музыку, нам не нужны ваши вечеринки и дайте нам, пожалуйста, тишину. То частный дом дает вам возможность такую, что вы можете свободно на вашей территории, на вашем участке позвать большую шумную компанию, культурно посидеть, отдохнуть, включить музыку, потанцевать, попеть караоке. У нас есть такая мечта купить музыкальную аппаратуру здесь в скором времени. И у нас будет возможность даже попеть караоке. Я думаю, вы присоединитесь к нам. И это тоже огромный-огромный плюс частного дома. Ребята, мне всегда очень нравились вот такие вот самые различные водоемы, которые находятся во дворе или на участке на вашем с рыбками. Это очень успокаивает, очень приятно, когда ты выходишь, у тебя есть какой-то такой прудик небольшой, тут плавают рыбки, растут растения, цветочки. И это, конечно же, еще один огромный плюс частного дома. Ну, конечно, понятно, что одних плюсов во всем не бывает. Есть и минусы. Мы долго с Сережей думали над минусами, потому что мы очень любим жить в доме, и для нас минусов не существует. Но мы все-таки сели и объективно так подумали. Но это, конечно же, цена. Потому что в большинстве случаев цена аренды дома дороже, чем цена аренды квартиры. Особенно если ты, например, хочешь снять дом один, чтобы там не комнату в доме, а именно там дом или этаж, то это будет дороже, чем квартира. Мы это видели по объявлениям прекрасно, когда искали дома. Нам повезло, конечно, и мы платим хорошую цену, но в большинстве случаев это дорого. Ребята, конечно же, есть в этом и свои минусы. И первый минус, для кого-то минус, для кого-то нет, это то, что если у вас большая территория, большой частный дом, он требует определенного постоянного ухода. Это и ремонт, и кошение травы, это и отопление. Таких вариантов очень-очень много. И если вы любите спокойствие, не хотите работать, то, конечно же, всем понятно, что частный дом не для вас. Как говорится, любишь кататься, умей и саночки возить. Еще один минус – это коммунальные услуги. О чем я? Ну, наверное, больше всего это сказывается на отоплении, потому что отопить квартиру намного легче, чем дом. Потому что квартира со всех сторон, соседи, везде топится, и как бы тепло, квартира быстрее нагревается, и тепло дольше сохраняется. Когда же этот дом отдельно стоящее здание, то его нагреть намного тяжелее, намного дольше и намного, соответственно, дороже. Ну, и последний минус, который мы с Сережей испытали на себе, потому что в Украине у нас тоже дома, и мы их оставляли очень сложно, очень тяжело – это привязанность. Потому что в доме, скорее всего, у вас очень много цветов, у вас огород, у вас животные обязательно, да. И оставить это все очень тяжело, и нужно или кого-то просить, особенно если это зимой. Вот вы хотите, вы снимаете дом, и вы хотите в Украину, например, на пару месяцев поехать, то что происходит? Вам нужно дом отапливать, да. Когда он не отапливается, как бы все начинает рушиться, и это почти нереально. С квартирой таких проблем нет. Ты просто закрыл ключом и поехал, все. Друзья, надеемся, что мы вам хоть немного помогли разобраться, что же лучше – дом или квартира, и в чем плюсы и минусы дома. А вам уже решать, как вам нравится, как вам хочется. Да, каждый человек, конечно же, индивидуальность. И каждому решать для себя, что лучше – дом или квартира. Мы же максимально постарались помочь вам сделать правильный выбор. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где вы живете сейчас и где бы вы хотели жить. Там, где живете или поменять что-то. Нам будет очень интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! А с вами, как всегда, ваши Сергей и Леся. Здесь и сейчас! Спасибо!